И сейчас на прямой связи со студией выходит петербуржец Андрей. Он страдал зависимостью от курительных смесей, но, к счастью, ему удалось побороть этот порог. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ваша история, сколько вы употребляли спайсы, и в какой момент вы сами, либо ваши родственники, решили обратиться за помощью к профессионалам? Ну, я употреблял долгое время, это года 4. Я сначала курил марихуану, потом увидел около метро надписи «Микс», «Спайс» и решил попробовать. Попробовал, мне, ну, наверное, понравилось, раз я начал уже систематически употреблять. Затем уже начал осознавать, что у меня проблемы, начал пытаться как-то лечиться, много где пролечился, и везде неудачно. Наверное, не было какой-то мотивации, либо специалисты не смогли мне помочь. И вот потом обратился в клинику доктора Лазарева, и мне там помогли. Да, Андрей, скажите, пожалуйста, сколько проходило, как долго проходило ваше лечение, и как вы считаете, что вот в вашем случае сыграло такую ключевую роль, что больше всего помогло из того списка процедур, которые предлагают сейчас наркозависимым? Ну, мне помогло вообще, у меня интересный случай, что я один раз покурил спайсы, и мне показалось, что окно – это продолжение коридора, и я вышел в него. Хорошо, что я живу на третьем этаже, и мне повезло, я не разбился насмерть. То есть у меня были синяки, гематомы, то есть, но это произвело на меня впечатление, я понял, что действительно уже, что я на волоске от смерти, и что надо с этим что-то делать. И я вот обратился в клинику, и мне понравилась потом уже атмосфера, у меня была мотивация, я как-то влился в процесс. И медикаментозно мне сняли вот абстиненцию, вот это влечение у меня пропало. И психологи со мной работали, то есть убедили меня, у меня появилась мотивация как-то. Сейчас вот я уже работаю два через два, и девушку нашел, и как бы воздерживаюсь от употребления. То есть не пью, не курю, полностью воздерживаюсь от употребления. Хожу вот на психотерапию, на поддерживающую. Андрей, сколько вы уже не курите? Уже полтора года. Да, Андрей, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Вот сейчас мы присоединим к нашей беседе эксперта. На прямой связи со студией по скайпу выходит нарколог Игорь Лазарев. Игорь, приветствую вас. Ну вот как Андрей нам рассказал, такой роковой случай, можно сказать, был в его жизни, когда он выпал из окна, и в тот момент он понял, что уже надо с этим что-то делать. Надо обращаться за помощью к специалистам. Хотя вот эксперты, как я считала, в один голос утверждают, что вот таких осознанных, да, наркозависимых, их единицы. Остальные считают, что спайсы это легкий наркотик, брошь в любой момент. Как работать с такими людьми, которые не признают для себя, что да, зависимость есть и нужно идти к врачам? Ну, к сожалению, говоря о спайсах, это была проблема очень огромная, особенно несколько лет назад. И в этот период мне повезло или не повезло работать в остром психиатрическом отделении, когда по нашим наблюдениям в какой-то период времени каждый второй пациент с психозом до поступления употреблял спайс. Они тогда были разрешены легально, позиционировались как курительные, ароматические смеси. И, ну, все мы были в ужасе от того, что происходит. Потому что симптомы напоминали шизофрению, иногда оставались на длительное время. То, о чем говорил Андрей, это галлюцинаторные расстройства, когда можно перепутать, увидеть, услышать голоса, они могут быть зрительные, слуховые галлюцинации. Это все страшные моменты, которые нарушают психику. И поэтому пациент со спайсом, например, в отличие от того же пациента с героином, он очень долго, ну, так скажем, у него восстанавливаются функции мозга. То есть он собирается для того, чтобы начать участвовать в реабилитационных мероприятиях. Поэтому на первых этапах очень важна именно медикаментозное лечение, медикаментозная поддержка. И мы по факту лечим их как психически больных, потому что часто, в огромном проценте случаев, имеется место и галлюцинации, и нарушения мышления, и так далее. Но это психиатрическая такая тематика. И дальше, когда человек собирается, когда он начинает осознавать, понимать, самый важный момент – это профессиональная работа психологов, консультантов по реабилитации, которые такого пациента включают в группы и работают с ним индивидуально. И уже, ну, это длительный процесс. Просто таких, если честно, примеров немного. Андрей, там, один из тех, кто прошел длительную реабилитацию, амбулаторную и стационарную, находясь там полгода в реабилитационном центре, живя там. Это, конечно, дает результат, дает о себе знать, но не все. И часто родственники, они не понимают о том, что нужна длительная реабилитация. Да, Игорь, вот какие результаты такой реабилитации? Опять же, я читала, что буквально единицам удается выздороветь после этой зависимости, избавиться от спайсовой зависимости. И вот даже я такую статистику находила, что процент ремиссии, как говорят специалисты, у героиновых наркоманов выше, чем у спайсовых. Ну, это вот то, о чем я говорил, да. Он связан с тем, что если психика грубо нарушена и имеется провокация психического расстройства, потому что, по нашим наблюдениям, провоцировать, по способности провоцировать шизофрению или другие психозы, спайс стоит на одном из первых мест. Других наркотиков мы никогда такого не видели. Ни с марихуаной, ни с амфетаминов и так далее. То есть, если у человека, конечно, спровоцировалось психическое расстройство, то возможность реабилитации, она снижается, она резко снижается, поскольку, ну, сами понимаете, да, ему нужна психиатрическая помощь. Если это все зависит от пациента, то есть, если у пациента относительно сохранен, интеллектуально, и у него имеется критика, то есть он понимает, то, конечно, реабилитация здесь дает эффект, потому что это в основном молодые люди, и на них работает вот эта групповая терапия, сообщество анонимных наркоманов. Сравнивать здесь очень сложно, потому что каждый случай индивидуальный. Один человек перенес психоз, другой человек, соответственно, не перенес, и сам мотивированно пришел. Но если сравнивать, да, опять же, разговоры сотрудников центров реабилитационных, то есть им намного комфортнее работать с героинами, наркоманами, чем со спайсами в силу вот этих особенностей психики. Да, Игорь, вот скажите, пожалуйста, возвращаясь, вот, да, я уже приводила такую статистику, что в основном спайсы, как оружие массового поражения, бьют по детям, фактически, по подросткам, которым 14, 16, ну, максимум 18 лет. Вот есть печальная статистика, которых не удавалось спасти. Вот это люди в каком возрасте в Петербурге? Ну, это действительно. В свое время я там давал интервью и писал статью под такими вот провокационными названиями «Спасть психотронное оружие». Ну, это было с одной из целей как-то обратить внимание, потому что... ...действительно, ну, такая провокация психических расстройств... ...она не характерна ни для чего. И воздействие идет на молодых... Это в тот период особенно, да, когда спайсы... Потому что я разделяю все-таки тот момент, когда спайсы были легальны, и тот, когда их запретили. Потому что сейчас они по факту приравниваются к наркотикам большинство, да, и их достать так же сложно, то есть это перешло в разряд такой классической наркомании. Когда они были доступны, конечно, подростки, это молодые люди там, и были и 16, и 18, и, ну, вот такого возраста до 20 лет, который у метро приобретали по флаерам, да, курительные ароматические смеси, и заканчивалось это суицидами, какими-то травмами в психозе, да, выпадениями из окна и так далее. Ну, конечно, конечно, это возраст, вот, подростковый, ну, и молодой возраст. Игорь, спасибо, спасибо большое. Сейчас хочу обратиться снова к Андрею. Я напомню, это бывший наркозависимый, которому все-таки удалось избавиться от спайсовой зависимости. Андрей, вот скажите, вы довольно длинный и сложный путь прошли. Что можете посоветовать тем людям, которые вот оказались в подобной ситуации? Ну, мне бы хотелось, чтобы, да, было, ребята начали выздоравливать, поняли, что помимо наркотиков есть еще другие варианты не употреблять, то есть занять чем-то себя. Ну, и, конечно, чтобы были квалифицированные специалисты, как Игорь Александрович, чтобы действительно, когда человек попадает в терапевтическую среду, чтобы ему смогли помочь, чтобы смогли выявить мотивацию и всячески поддерживать, как вот в моем случае, потому что мне это очень, ну, на самом деле, нелегко далось. И было и влечение, и тяга была, и бывало и друзей я встречал, кто предлагали мне заново начать этот путь, но я как-то справлялся с помощью специалистов, и мне помогли, как бы, и я очень этому рад и благодарен. Да, Андрей, спасибо большое. Я думаю, что, ну, вашей смелости можно позавидовать, и надеюсь, что ваш пример вдохновит тех людей, которые сейчас пытаются побороть зависимость. Вот, буквально сегодня мы рассказывали о еще одном страшном случае, что 16-летнюю школьницу госпитализировали с подозрением на отравление именно спайсами. Страшная статистика, в полтора раза в Петербурге выросло количество отравившихся за последние три года. Вот эту ситуацию мы обсудили на прямой связи со студией с наркологом Игорем Лазаревым и петербуржцем Андреем, который страдал этой зависимостью от спайсов.